Добрый вечер! Пришло время для обсуждения очередного и последнего домашнего задания по греческому языку. Надеюсь, вы это задание также самостоятельно выполнили и сделали максимум того, на что вы способны, и надеюсь, в этом вы достигли определенных успехов, и большая часть того, что в тексте встречается с вами, была переведена, может быть, все было переведено полностью и хорошо, но, тем не менее, нужно проверить себя, и у нас есть еще одна возможность обсудить, как это могло переводиться, и, может быть, обратить внимание на какие-то другие тонкости греческого языка. Итак, приступим. С первого предложения. Тесо, то пневмому, эп, аутон. А урок у нас посвящен глаголам хистами, титами, дидами, ну и неудивительно, что мы все время будем встречать в этих предложениях. И вот глагол титами, у него корень т, в данном случае форма будущего времени. В настоящем есть удвоение с добавлением ее т, титами, а в будущем просто корень т, а сигма, образующая будущего времени, ну и окончание. Я положу дух мой на него. Второе предложение. Апекаверите сан, он хой, иудавюэй, кай, эйпан ауто. Ти семэйон декнуэйс хамин, хотит ауто поэйс. Вопрос. В данном случае у нас глагол декнуми. И второе лицо, единственное число, хотя это глагол нами, но второе единственное, у него окончание такое же, как и у глаголов тематического сопряжения, так что вообще легко распознаваемая форма. Ну, давайте по порядку. Итак, ответили, ну, это аурист, это прикрыли на май, ответили иудеи и сказали ему. Ти, вопросительное местоимение, среднего рода, чаще всего мы переводим как что или почему, но в данном контексте, наверное, лучше перевести какой. Какое знамение ты показываешь нам, что это делаешь? Вопрос. Третье предложение. А в данном случае у нас эстэсэн из глаголов на ми в виде корень ст. Ну, знаете, это корень глагола хистами, ну, ста, альфа подлинилась в эту, и у нас здесь появляется приращение, ну, и суффикс аурист на сигма. Это аурист от хистами. А в отличие от многих других глаголов на ми, хистами может образовывать сигматический аурист, то есть не капа аурист, а аурист с сигмой. Тогда берет его дьявол в святой город и поставил его на крыло храма. Ну, здесь настоящее время, потом аурист, ну, это так называемое историческое настоящее, чтобы вот большую живость привнести в повествование. Четвертое предложение. Титэсэн – это обычная форма настоящего времени от глагола. Титэми – третье единственное. Эго эйми – я есть. Причем такое эго эмфатическое, потому что в эйми эго уже содержится. И я есть пастух добрый, ну, хороший. Ну, эго эйми – Иисус достаточно часто применяет эту фразу по отношению к себе, ну, согласно свидетельству Евангелия Таана, и вот это эго эйми – пастух, там, дверь, путь, истина, жизнь и так далее. И постоянно звучит это эго эйми. Ну, иногда даже он просто, я есть просто употребляет по отношению к себе. Многие в этом эго эйми видят некоторый намек на выражение из книги «Исход» – эго эйми хо он. «Я есть мсущий», ну, по-гречески перевод «Я есть мсущий», в септуагонте как раз звучит эго эйми хо он. Ну, в любом случае, там, есть здесь преднамеренная отсылка, нет, но это такое очень фатичное утверждение. «Я есть пастух хороший», ну, пастух добрый, в синодальном переводе, пастух хороший, жизнь свою полагает, ложит, ну, так, в ситуации жизнь свою ложит за овец. Ну, традиционно, полагает, звучит как-то и привычнее, и красивее, жизнь свою ложит за овец. Пятое. «Эгра в сэнде кай титлон хо пилатус, кай этэкен эпиту стауру, энде геграмэнон Иисус хо зраэлос хо василэлус тон юдаэл». Написал же и надпись Пилат, и поместил на крест. Здесь глагол «титами», в аоресте видите «э» приращение, «т» корень и «к», типичный для глаголов «нами» аорестный суффикс. Поэтому он глагол «титами» с корнем «т» вот так выглядит, формовывается, и поместил на крест. «Было же написанное», ну, «было же написанное», но так не нужно переводить, это громоздко, «было же написано». Фактически глагол «быть» плюс перфектное причастие – это аналог просто перфекта личного глагола. Сочетание глагола «быть» и «причастие» довольно часто встречающееся, так называемое, описательное спряжение. Ну, здесь страдательный залог, поэтому мы тоже переводим с глаголом «быть». «Было же написано» «Иисус Назарянин, царь Иудеев». Обратите внимание, родительная поддержка, царь над кем надо, иудеями, царь кого, иудеев. Шестой. «Эйпэ» – это от формы «эйпэн» производная, и «эйпэн» – это аорист от «лега», «лега» – глагол с несколькими корнями, и вот в аористе «эйпэн». Здесь «эйп» – вот типичный для аориста корень, и еще окончание «э». Во втором аористе это стандартное окончание повелительного наклонения. «Скажи мне, где этот касс ты положил его?» Опять-таки у нас аорист от глагола «титами». Ну, формулу мы с вами уже обсуждали, здесь было просто третье единственное, а здесь второе единственное, поэтому «к» – суффикс окончания «эс». «Ты положил его, и я его возьму». «Аро» – это будущее время от глагола «айро». Мы много раз с этим глаголом встречаемся, и каждый раз повторяем. У него корень «ар» и «йота» добавляются в настоящем времени. Поэтому в настоящем «айр» в остальных временах «ар». Так как «ро» – это сонорное согласное, то здесь «сигма» добавиться не может, а «эпсилон» слилась с «омегой». Вот видите, вот тут мы видим следы этого слияния, облеченное ударение. Поэтому «ар» – я возьму его. Итак, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Седьмое. «Кай эстесан эпитус подас аутон, кай фобус мегас эпепесан эпитус терронтас аутус». И «эстесан» – они встали. Это «орисат хистами» – превращение «ста» корень, в настоящем времени там «сис», превратившееся в «хис» из-за удвоения, но корень «ста». Они встали на «но-йоги» свои. И «страх» – «апал» – это «аурист» от «эпипта». Приставка «эп» – «приращение», «пипта» в «ауристе» превращается в «пес», «пят» – корень у этого глагола. Ну и тоже вот «й» появляется в настоящем времени, хотя сейчас это не глагол «нами». Мы заучивали просто бесприставочную форму этого глагола, но достаточно легко понятие, как форма с приставкой изменяется, имеет значение нападать. Напал на «тиронтас» – это причастие, видите, суффикс «антэ» от «теореум» – «видевших их». Итак, «и» – «они встали на ноги свои, и страх большой напал на «видевших их». Восьмой, иду, хэстегэ эпитон «туран» кай «куруо» иантис окуэсэ тэс фонэсмо, кай анноиксе тэн «туран», кай эсэллэвус сомайпрос аутон, кай дэп несо мет ауту, кай аутос мет эмун. Вот хэстегэ. Хэстегэ – это перфект от хистами. У него происходит что-то очень похожее на то, что случилось в настоящем времени. Мы с вами обсуждали, в настоящем времени сигма удваивается, вставляется йота, и появляется вначале сис, потом первая сигма выпадает, изменяется перед дыханием, и получается хис. И в перфекте то же самое. Сес, возникшее из удвоения, превратилось в хес. Это хэстегэ. Ну и перфектный суффик. Суэрлэву глагол ауэстегматический, а ка – только в перфекте. Теперь что значит от глагола «стоять» – перфект. Ну, перфект – действие совершено, есть какое-то результирующее состояние. Ну, встал и стою, поэтому «стою» – это и есть результирующее состояние. И довольно забавно, но «перфект» от хистами тоже переводится, как будто бы это настоящее время «стою». Итак, вот, стою у двери и стучу. Если кто-нибудь услышит ауэст от сослагательного наклонения такого, услышит голос мой и откроет дверь, глагол анойго, в данном случае в ауэсте сослагательного наклонения нет никакого переращения, потому что это сослагательное наклонение, поэтому вот хорошо виден корень. Гс до лекси вот в данном месте. Ну и типичное для сослагательного наклонения окончание с удлинившейся соединительной гласной и слиянием. Ну, после Ян, видите, услышит, откроет дверь, и я войду к нему. После Лусамай – это будущее время от глагола Просархамай, глагол с несколькими корнями, заучивайте все формы, и я буду есть с ним, и он со мной. Ну, в синодальном переводе такое красивое – вечерять. Ну, вечерять – это вот ужинать, ну, есть. Итак, «Вот я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и откроет дверь, я войду к нему, и буду есть с ним, и он со мной». Кстати, ну, два слова буквально по поводу толкования этого стиха. Очень часто он используется в каких-то евангелизационных контекстах, ну, как некое приглашение к людям, вот, неверующим, типа, там, «Пустите Христа в сердце», вот он у вашей двери стоит, но если вы посмотрите оригинальный контекст данного стиха, это книга Откровения, третья глава, то это обращение к ладыкийской церкви. Христос в церкви говорит, «Я стою у двери и стучу верующим», ну, вроде как верующим, ладыкийским верующим он говорит, так что это проблема не людей внешних, но зачастую людей внутрицерковных, и мы должны учитывать притолкование и применение данного текста. Девятый. «Хотус гар эн тетау тай хеминхо кюриус тетейкасе эйс фос эт нон ту эйнайсе эйс сатериан хексо эсхату тес гэс». «Ибо так заповедовал нам Господь», ну, и теперь видите, двоеточие содержимое этой заповеди, «тетейка». Это форма от глагола «титыми», причем перфектная форма, видите, «тэ» произошло удвоение, и еще одно «тэ». Ну, при удвоении «тэта» превращается в «тау», мы с вами этот эффект обсуждали, в том числе и на примере «настоящего времени». Две предыхательные гласные подряд греки не любили произносить, поэтому происходит такое диссимиляция по предыхательности, то есть «расуподобление». Тут суффикс «эй» может быть немного неожиданный, но «эпсилон» достаточно часто удлиняется в «эй», и когда мы изучали правила для глаголов на «ми», там говорилось, что твоя вариация долготы гласной в корне – это распространенное явление, но в любом случае форма довольно узнаваемая. Итак, «я поставил тебя во свет народом, ну или язычником». Множественное число от «этнос» часто переводится как «язычники». «Я поставил тебя во свет язычником». «Перфект» почему? «Поставил», «поместил», «положил во свет язычником», может быть так, «я положил тебя во свет язычником». «Перфект» что обозначает? «Произошло» – это «помещение», и до сих пор он в таком состоянии и находится. То «эйнай», «эйнай» – это инфинитив, это «эми», с артиклем в родительном падеже. Инфинитив с артиклем в родительном падеже может иметь широкий спектр функций, а самая распространенная – это «цель», и обычно переводится с добавлением «чтобы». Теперь видите слово «с» в винительном падеже при инфинитиве? Это логическое подлежащее инфинитива. И нам нужно вот эту всю конструкцию так преобразовать, чтобы у нас и подлежащее, и сказуемое было. Итак, «чтобы ты был» – это превратили в подлежащее инфинитиво в сказуемое. «Чтобы ты был во спасение до эсхатут тэсгэс, эсхатус там последний и так далее. Ну, здесь вот до края земли, до предела земли, до конца земли». Как-то так. Итак, «Ибо так заповедовал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Десятое. «Этеусанто, то немэйон, кай хос этэто, то сома ауту». Они увидели гроб и как «этэто», «этэте». У нас дано здесь аорис страдательного залога от «титами». У него корень «цэ» с «тэтэй», но после этого корня идет суффикс «цэ», ну, стандартный аорисный страдательный суффикс. Так как две подряд предыхательные «тэ» произносить греки не хотели, то опять происходит диссимиляция, и «тэ» превращается в «тау». Поэтому «э» превращение, «цэ», немного трансформившийся корень, и «тэ», и «цэ» – аорисный суффикс. Это аорис страдательного залога. Итак, «как было положено тело его». Действительный залог я там что-то вкладу, помещаю, а страдательный залог – тело с ним что-то сделает. Тело было положено. Они увидели гроб, и как было положено тело его. Одиннадцатое. «Эдзетун аутон, эсэнэн кэйн, кай тэйнай аутон, энопион аутон». «Эдзетун» – это имперфект от глагола «зэтео». Но «зэте» основано, видите, никак не изменилось, просто превращение «э». «Зет» здесь дифтонг «у» появляется, потому что «эпсилон» основы слилось с омикром соединительной гласной. «Эпсилон плюс омикром» всегда дает дифтонг «у». Ну, это нормальный имперфект. Итак, они искали его внести. Ну, искали его внести, они там хотели, старались его внести, наверное, подразумевается. И «тэйнай». «Тэйнай» – это аурисный инфинитив от «титами». Видите корень «тэ», ну, только он не «тэ», а «тэй» теперь. Но мы уже сталкивались с этим удлинением, и вот еще раз у нас это удлинение. Гласное в корне может варьироваться, в том числе «эпсилон» может удлиняться в дифтонг «эй». Кстати, «эпсилон вэй» удлиняв, неувяяющаяся, это очень распространенная вариация для греческого языка. Ну, и «най» – типичнейшее окончание инфинитива. У глаголов «найми» оно особенно распространено. Итак, положить его перед ним. Они искали, в смысле старались его внести и положить перед ним. Двенадцатый. Трэйхэй он, кай эхэтаэ прос Симона Петрон, кай прос тон ауон матетэн хон эфилэйху Исус, кай лэгэй аутоис. Эран тон кюрион, экту, мне мэйо, кай ук оидамэн пу, эдэкан ауто. Итак, бежит. Ну, он, она, оно бежит. В принципе, если вы вспомнили эту историю, это Мария прибежала от пустого гроба к Петру и к другому ученику, поэтому, вот если вот, ну, зная в виде контекст, мы можем перевести. Итак, она бежит. И приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус. Эфилэй – это имперфект от филэо. Э – приращение, филэ – корень, и Эпсилон основа слилась с Эпсилоном, там, соединительное гласное, его дали ЛЛА дифтонг Эй. Поэтому вот это форма третьего единственного, ну, так, пожалуйста, не перепутайте. Ну, два слова буквально на глаголе филэо. Филэо, его часто противопоставляют глаголу Агапау, любить, ну, и есть некий миф про то, что Агапау обозначает какую-то там специальную, возвышенную, жертвенную любовь, а филэо – так более простую, дружескую. Но это до определенной степени миф. Если вы проследите реальное употребление Агапау в библейском и греческом языке, вы увидите, что зачастую он используется вовсе не в возвышенных контекстах, и если проследите филэо употребление глагола, то увидите, что в некоторых очень важных, ярких контекстах он все-таки присутствует. Во многом это синонимы. Просто так получилось, что когда-то ключевым глаголом для обозначения любви был филэо, потом его вытеснил постепенно глагол Агапау, а вот Новый Завет попал как раз в рамки вот этой перемены глаголов, вытеснение одного предпочитаемого глагола другим. Итак, которого любил Иисус и говорит им. Эрон. Эрон – это формат айро, у которого корень ар. И, опять же, я напоминаю, у айро корень ар идет только в настоящем времени, а здесь эта альфа еще и удлинилась в эту, и получилось эр. Это аорист, да, так как он сонорный, то сигма быть не может, но аористная альфа вот здесь видна. Итак, эрон. Забрали, унесли. Господа из гроба. И мы не знаем, где. Кстати, обратите внимание, мы не знаем множественное число. Это к вопросу о согласовании Евангелия. Похоже, вокруг гроба было достаточно много перемещений. То есть, вот приходят женщины к гробнице, обнаруживают гроб пустой, и кажется, в этот момент Мария убегает, а женщины там еще видят ангелов, общаются с ними в страхе, уходят, там Иоанн прибегает, Петр прибегает к пустому гробу, они уходят, приходит Мария, тоже видит ангел, встречается с Иисусом и так далее. То есть, там довольно сложный процесс, но вот это мы не знаем, как раз подчеркивает, что Мария не одна ходила к гробу, но, может быть, одна убегала. Вот. Ну, и дальше. Где? Этакан. Этакан положили. Это аорист от Титами. Видите, корень Т, приращение К, уже несколько раз мы эту форму видели его. Итак, она бежит, и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, забрали Господа из гроба, и мы не знаем, где положили его. Тринадцатый. Духу кай тэн хосагогэн эс хо камэн те пистэй эс тэн харин тау тэ эн хо хэстэ камэн кай кау хомэта эв элпидитэс доксэсту тэу. Через которого и доступ здесь вот пару слов нужно сказать. Эс хэ камэн это перфект от глагола эхо. У него корень сэх, ну, который до сэхэ в данном случае сократился, гласное то ли выпало, то ли переставилось вот сюда. Так как сэхэ оказался корень в перфекте, то нормальное удвоение здесь не получается, и вместо этого добавляется эпсилон. Но суффикс ха хорошо нам подсказывает, что мы имеем дело именно с перфектом. Для неглаголов на ми ка это именно перфектный суффикс. Эхо имеет значение имели, иметь, но вот перфектное перфект от этого вот как некое результирующее состояние это вот доступ заимели. Поэтому во многих переводах доступ получили. Вот заимели, получили, заимели, имеем, да, доступ получили верую в благодать эту, в которой хэстэкоман. Хэстэкоман мы сегодня уже обсуждали, это перфект от хистами, удвоение, сэс, выпадение сигмы, превращение в густое придыхание, дает здесь хэстэ. Ка у глагола хистами, ка в перфекте только встречается, а в аористе у него са, и поэтому еще один повод отличить от аориста. итак, это перфект от хистами, в которой стоим, ну, встали и стоим, да, опять же, перфект подчеркивает состояние, нормально переводится настоящим временем, и хвалимся на надежде славы Божией. Ну, как бы на основании надежды славы Божией, то есть, если хотите попросить чуть-чуть, то надежду славы Божией, то есть, вот, надежда славы Божией, надежда на славу Божию, ну, родительная поддержка указывает связь, надежда как-то связана со славой, поэтому надежда на славу Божию это основание для нашей похвальбы. Итак, через которого и доступ мы заполучили веру в благодать эту, в которой стоим и хвалимся на основании надежды на славу Божию. Четырнадцатое. Хедел пис у катай схуней хоти храгапы тутеу акеху тай антайскардиаис хэмон диапневматоз хагио ту дотентоз хамин. надежда же не стыдит не постыжает потому что любовь связанная с Богом родительный падеж указывает на некую взаимосвязь можно сказать любовь Божия а некоторые просто почему я так вот остановился в некоторый перевод здесь как любовь к Богу мы потом чуть-чуть обсудим как лучше перевести излито в данном случае у нас перфект эк приставка кэху корень и вот видите кэх это результат удвоения хэх греки не любили произносить и вот этот эффект диссимиляции мы здесь тоже можем наблюдать поэтому эк кэх тай страдательного залога перфект уже такое результирующее состояние описывает любовь излита сердца наше духом святым особенно при страдательном залоге где я часто переводит сотворительным падежом вызначает посредника там действующее лицо духом святым данным нам а по данным до тентоз это причастие видите суффикс нт аорис это страдательного залога от глагола дидами видите все элементы до корень т аорис страдательного залога нт причастие ос родительный падеж единственное число духа какого данного нам страдательный залог итак любовь не стыдит потому что надежда не стыдит потому что любовь божия излита в сердце наше духом святым данным нам но если мы посмотрим на дух как на воплощение божьей любви то есть именно в виде духа святого любовь божия пришла в наше сердце то здесь наверное лучше переводить не как любовь к богу а именно любовь божия то есть та любовь которую любит бог в виде духа святого дана нам наши сердца пожалуй вот так это такая расшифровка родительного падежа неплохо вписывается в контекст пятнадцатый ух ухюмейсмэ эксэлксастэ алэго эксэлксамэн хюмас кай этэка хюмас хіна хюмейс хупагэти кай карпун фэрэти кайхо карпос хюмон мэней хіна хути ан аэтэсэтэтэто патэра энто ономатиму до хюмин не вы меня избрали но я избрал вас кстати обратите внимание такое противопоставление вы я и сразу же появляются личные местоимения для эмфазы противопоставления вы меня избрали но я избрал вас и поставил этэка положил вас ну ну нужно конечно ставить глагол хистами но хитами во многих контекстах тоже хорошо переводится словом поставил и положил вас чтоб вы шли да это будет это звучать довольно смешно будет поэтому вот поместил и поместил вас тоже как-то странно звучит и поставил вас опять же вот да базовое значение глагола титами помещать там полагаю положить помещать куда-то но когда речь идет о людях которым надлежит идти вот контекст нас побуждает вот такое так трансформировать этот перевод как поставил но саму форму аорис мы уже с вами обсуждали поставил вас чтобы вы все еще эмфатическое хупа гетер хупа гуда идти в данном случае у нас сослагательное наклонение видите после хина я ожидаю сослагательное наклонение вот долгое соединительное гласное чтобы вы шли и плод приносили опять видите долгое соединительное гласное опять сослагательное наклонение и плод ваш пребывал да и вот опять долгое соединительное гласное из-за которой все слилось и подписалось это все сослагательное наклонение после хина ка и ка и ка и несколько сослагательных наклонений чтобы хо плюс ан имеет значение чтобы не ну еще неопределенное местоимение тис здесь добавлено и еще больше вот это вот подчеркивая такую вот неопределенность того о чем идет речь чтобы чтобы вы не айтс айтс попросили ну конечно после ан у нас тоже здесь сослагательное наклонение в аористе от айтео здесь сигма аори сослагательного наклонения чтобы вы не попросили ну не знаю наверное о чем бы вы не попросили отца во имя мое до хумин до вот это вот после вон той хинна видите вот это ан привела к сослагательному наклонению этого глагола а хинна привела к сослагательному наклонению у этого глагола до до сослагательное наклонение от дидами ну естественно аорист А вот здесь все слилось, и осталась О и подписная Йота. Он дал вам. Что бы он дал вам? Ну, в целом, получается, не вы меня избрали, но я избрал вас, что бы поставил вас, что бы вы шли, и плод приносили, и плод ваш прибывал, что бы, о чем бы вы не попросили отца во имя мое, он дал вам. Шестнадцатое. Эпен де прос аутуз. Ух хюмон эстин гнолонай хронус кайрус хус хопатер этето энте идея экзусия. Он же сказал им. Не ваше есть. Обратите внимание, здесь вот родительный падеж от вы, то есть не ваше есть, а не вам, да, знать. Не ваше есть гнолонай, знать. Гнолонай – это аорисный инфинитив от геноско. Корень гно, ну, хорошо вам, я надеюсь, уже запомнены для геноско, и суффикс най. У геноско такой же инфинитивный суффикс, как и у глаголов нами, здесь есть определенное родство между ними. Ну, геноско – вторая родственная черта, так называемый корневой аорис, у него нет соединительных гласных, а еще и в передачу к этому суффикс инфинитивный такой же най. Знать времена и времена, да, времена и сроки все на дальнем переводе, ну, время, хронус – это время больше в хронологическом смысле, и каэрос – время больше в смысле каких-то специальных сроков, периодов и так далее, но времена и сроки, вот, хорошо звучит, времена и сроки хорошо звучит, которые отец Этето поставил в своей власти. Этето – это от гоголотитами, видите, корень Т, Э – приращение, Этеорист, и то – окончание среднего залога. Средний залог, напомню, имеет значение некой заинтересованности, вовлеченности подлежащего в действие, какой-то больший акцент делается именно на подлежащем, может быть, даже, чем на самом действии зачастую, но, вот, по смыслу, глаголы в среднем залоге часто очень близки к глаголам в действительном залоге, по крайней мере, в русском языке, в современной сроке, которую отец положил в своей власти, как-то, наверное, нам вот этот нюанс передаст не удастся, да и в греческом не так, чтобы уж между средним и действительным в данном случае была там революционная разница, хотя, да, вот, отец положил, все-таки средний залог делает больше акцент на подлежащем, и отец тем самым, вот, выделен. Это не ваше, но отца это дело. Итак, он же сказал им, не ваше, подразумевается дело, не знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Семнадцатый Ответил им Иоанн, говоря Я, ну, здесь такое эмфатическое из-за противопоставления, Я крещу в воде, посреди вас стоит, это еще раз мы встречаемся с этой формой, перфектор хистами, ну, и уже обсудили, как образовалось, и период стоит, которого вы не знаете. Пимейс – это такое эмфатическое тоже личное местоимение, в качестве подлежащего всегда эмфоноза, которого вы не знаете. Восемнадцатый Большей этой любви никто не имеет. Ну, после хина, конечно же, мы ожидаем сослагательное наклонение, здесь сослагательное наклонение от ТИТЭМИ, у него корень Т, ну, и с этим корнем все слилось, и у нас осталось Э с подписной ЙОТРой. Вот, ну, там, долгая соединительная гласная, которая проглотила окончание, которая сама слилась с гласной корней, и вот такой вот вариант у нас. Но, в принципе, все равно форма узнаваема, чтобы кто положил за друзей своих. Большей этой любви никто не имеет, чтобы кто в жизнь свою положил за друзей своих. Девятнадцатое. ЭДИКАЙ ХО САТАНАС ЭФ ХЕЛТОН ДЕМЕРИСТЕ, ПОЗ СТОЛТЕ САТАЕ ХЕБЕСЕЛЕЕ АУТУ, ХОТЕ ЛЕГЕТЕ ЭН БЛЬЗИБУЛ ЭКБАЛЕЙН МЕ ТА ДАЙМОНИЯ. Если же и САТАНА, ну, в данном случае, на себе, там, наверное, в самом себе, был разделен, как и теперь СТОТЕ САТАЕ ХЕБЕСЕЛЕЕ АУТУ. СТОТЕ САТАЕ мы обсуждали с вами, когда смотрели разминочные упражнения к данному уроку и смотрели, в частности, слова, которые как раз говорят, что формы среднего страдательного залога глагола ХИСТАМИ во всех временах имеют простое непереходное значение, то есть переходное значение СТАВИТЬ, непереходное значение СТОЯТЬ, ну, или УСТОЯТЬ. Вот здесь будущее время страдательного залога, видите, суффикс СТЕС. Как УСТОИТ ЦАРСТВОЕГО. Потому что вы говорите, и после глагола говорите, вот здесь у нас есть инфинитив, и я напоминаю, что после глаголов коммуникации инфинитив зачастую имеет значение инфинитива косвенной речи. В русском нет такой конструкции, поэтому нам надо из инфинитива косвенной речи превращать что-то в предаточное предложение. Вы говорите, что? Экболейн. Инфинитив станет подлежащим этого предложения, и слово в винительном падеже при инфинитиве станет сказуемым этого предложения, мэ превратится в я. Вы говорите, что Вильзевулом изгоняю я бесов. Итак, если же сатана в себе самом разделен, как устоит царство его? Потому что вы говорите, что Вильзевулом изгоняю я бесов. Двадцатый. Здесь мы вспоминали такую странную конструкцию, как инфинитив косвенной речи, а здесь еще одна странная конструкция, так называемой родительной самостоятельной. Если бы мы просто пословно пытались перевести «это же их говорящих он» и так далее. И смысла было бы, мягко говоря, мало. Но как только мы обратим внимание, что есть причастие в родительном падеже, еще какое-то слово придем в родительном падеже, это грамматически никак не зависит от остального предложения, и вспомним о родительном самостоятельном, то мы сможем перевести корректно. Как это переводится корректно, это превращается в предаточное предложение, слово в родительном падеже становится подлежащим, причастие в родительном падеже становится сказуемым, ну и добавляется какое-то союзное слово «обычно когда». «Когда же это они говорили?» «Он». Теперь «эста». «Эста» видите корень «ст». Мы из этого понимаем, что это от хистами, это превращение «ст» корень, и больше ничего нет. Хистами интересен тем, что он может образовывать аорист двумя способами, и первый аорист, и второй аорист. То есть первый с сигмой, и второй аорист без всякой сигмы, но просто мы узнаем аорист за счет того, что, естественно, основа не похожа на основу настоящего времени. Так что это тоже аорист от глагола хистами, будьте к такому готовы. «Он встал посреди них и говорит им мир вам». Итак, «когда же это...» Ну, эти множественные числа, но для общения это. «Когда же это они говорили?» «Он встал посреди них и говорит им мир вам». 21. Ян хистомен епите ходу тон хамартон тон у дексомета тен хаген тутеу ал апулесомета энто айонион пури. Если теперь хистомен это сослагательное наклонение от хистами. Хист видите это настоящее время. О, вот здесь такая вот, ну и еще и ан подсказывает нам, что мы имеем дело с сослагательным наклонением. Так что, если мы стоим на пути грешащих, хамартонон глагол, видите, это причастие от глагола хамартонон. Хамартонон грешу, хамартонон тон, грешащие, ну в родительном падеже, ну в том числе на пути грешащих, не дексомета. Это будущее время от Дехомай, хе и сигма дали кси в данном случае. Не получим благодать Божию, но апулесомета. Это будущее время от глагола апулуми. У него основа Ол, вот это Лу добавляется в настоящем времени, но в остальных временах Ол, ну или Олэ здесь чуть-чуть, Эпсилон добавилось, ну и бывает. Ап приставка Олэ основа, сигма будущего времени и среднее окончание. Ну вообще сдвиг и у этого, ну Дехомай так он всегда в среднем залоге. Олэ здесь сдвинулось в средний залог, что и типично для будущего времени, ну и к тому же вот гибнуть, конечно, обозначает вовлеченность подлежащего, но погибнем в вечном огне. Вот еще одно предложение. Если мы стоим на пути грешащих, не получим благодать Божию, но погибнем в вечном огне. Двадцать второе. Эпи геноскумен нун тен хеленикен глосан, а ну иксантес тен кайнен диатекен дидаскометан нун керусентус логустес алетес. Поскольку мы знаем ныне греческий язык, хеленикен это греческий, эллинистический это греческий язык, а ну иксантес. А ну иксантес это аорисное причастие от анойго, открывать гсдалекси, сау здесь была образующая аорис, это конечно приращение в аорис причастия нет, приращение есть только в изъявительном уклонении, поэтому хорошо видим корень нт суффикс причастный. Итак, открыв кайнен диатека новый завет, дидаскометан, аор, видите, длинное соединительное гласное, это сослагательное наклонение, причем сослагательное наклонение первого лица. Слагательное наклонение первого лица обозначает некий призыв, давайте что-то сделаем. И теперь еще и обратите внимание на залог, который среднестрадательный. Действительно на залоге дидаско учить, а в данной форме учиться. Давайте учиться теперь, керусе проповедовать, инфинитив от керуса, слова истины. Итак, поскольку мы знаем теперь греческий язык, открыв новый завет, давайте учиться теперь проповедовать слова истины. Ну вот, и хорошее предложение, и хороший призыв для всех нас. Кай эдетто автус хо-тэлс, энто сте рэлмати ту урану, хосте файнэйн эпитэсгэс, кай археэнтэс хэмерас, кай тэс нэнуктоз, кай дэхоридзэйн, анамэсоту фотос, кай анамэсу ту скотус, кай эйдэн хо-тэлс, хо-ти колонн. И поместил их бог, это то, мы с вами совсем недавно эту форму обсуждали, вот она, это то, это от глаголатитами, аорист, среднего залога, ну и средний, да, не очень сильно отличается здесь от действительного по смыслу, как там, так и здесь. Итак, и поместил их бог в твердь, в тверди неба, небесной, чтобы светить на землю и управлять, ну это, эн, эн, видите, инфинитива, и управлять днём и ночью, и разделять анамэсо свет, ну как, между светом и между тьмой, анамэсо между, ну так, между светом и между тьмой, по-русски мы так не говорим, и разделять свет и тьму, или отделять свет от тьмы, и Эйден увидел бог, что хорошо. Эйден, напоминаю, это форма аориста от Харао, глагол с несколькими корнями, и этот корень тоже нужно заучить. Ну это про звёзды, да, и поместил их, ой, и поместил их бог в тверди небесной, чтобы светить на землю, управлять днём и ночью, и разделять свет и тьму, и увидел бог, что хорошо. Двадцать четвёртый. Кай эхтран, тэсо анамэсо су, кай анамэсо тэс гунаэкус, кай анамэсо тэс sperматус, кай анамэсо тэс sperматус, аут тэс, аут тэссу терэсэй, кефалэ, кайсу терэсэйс, аут тэртэрнам. И вражду я положу. Тэссо – это будущее время от глагола титами. Тэ и сигма. Между тобою и женою, ну, или женщина, ну, анамэсо, между тобою и между женою, ну, можете сохранить его так, для буквальности, хотя по-русски мы так обычно не говорим, между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем её. Ну, или между семенем твоим и семенем её, опять же по-русски. А дальше немного трудноваться будет. Он, обратите внимание, кстати, семья жены, дальше описывается, как «он» «твою» «тэрэсэй» «голову» и «ты» «тэрэсэй» «его пятку». Почему я не перевел сразу слово «тэрэсэй»? «тэрээл» «глагол вы изучали», и глагол-то на самом деле знакомый вам, но «хранить», «охранять» и так далее, он будет «хранить» там и «хранять» твою голову, мягко говоря, не подходит к этому контексту исполнять, там и прочие значения для «тэрэл», которые мы с вами знаем и встречали, плохо подходят все к этому контексту. Ну, «тэрэсэй» — это будущее время, глагол «тэрэл». Что нам делать со всем этим и как быть? На самом деле вот в чём дело. Это ведь не Новый Завет. Это Ветхий Завет, это из книги «Бытие», и когда вам даются значения каких-то слов, то даются значения только те, которые употребляются в Новом Завете. Более того, если вы возьмёте какой-нибудь стандартный словарик Нового Завета, типа «ньюмена» для «тэрэл», вы тоже увидите значения, которые, да, соответствуют тем, которые вы учили, хорошо применимы к Новому Завету, но никаким образом вот в это место не лезут. Просто те значения, которые в Новом Завете не встречаются, второе, какие в словаре обычно не включают. Что в данном случае делать? Ну, нужно открыть словарь, ветхый словарь, у нас нет специального словаря для греческого языка, для Ветхого Завета, для септуагента на русском, но мы можем открыть словарь какой-нибудь классического греческого языка, например, Соболевского, дворецкого, вы можете открыть словарь классического греческого языка дворецкого, но на самом деле он включает все и новозаветную лексику и так далее, там два огромных тома, если бы можно, издание, а так в интернате его можно найти, вы можете открыть словарь дворецкого и узнать, что там спектр значений пошире, включая такие значения, что-то типа подстерегать, надо только не только охранять, но и подстерегать, так что он твое будет подстерегать голову, и ты будешь подстерегать его пятку. В синодальном переводе поражать, но в синодальном переводе с еврейского, а тут на греческий вот так перевели, вот подстерегать, хотя вот это агрессивное намерение, оно сразу же становится заметным. Ну что ж, это вот вам напоследок такое непростое предложение, чтобы вы понимали, что еще есть что, в чем поразбираться, а так, в принципе, братья, мы закончили большой-большой путь, и я поздравляю вас с окончанием изучения начального курса греческого языка Нового Завета, то есть какие-то основные морфологические вещи мы изучили, надо еще учить слова, надо еще разбираться с употреблением некоторых форм, то есть работы впереди еще много, но в целом важный этап пройден, и основание заложено, так что поздравляю вас, благословений! Субтитры создавал DimaTorzok